Welcome, дорогие друзья. Я думаю, я ставлю скайримовскую музыку, только я хочу пятерочку поставить. Но это вроде и была пятерочка. Что у нас получается с вами, ребят? Чемпионат под названием Азиатские игры начался. Начался, черт знает когда, потому что, заходя на этот сайт, здесь была закрытая квалификация, оказывается, там можно было страничку поменять, и в этой закрытой квалификации сыграли команды. И как я вам уже говорил, Вьетнам занял первое место сначала, после чего им все матчи отменили, из-за того, что два игрока, точнее один тренер и второй игрок, это Саппорт, были дисквалифицированы за продажу матчей в Лиге Легенд, и из-за этого им дали техлузы. Но по какой-то причине Вьетнам все равно попал на чемпионат Азиатских игр. Это очень странно. Индия действительно сыграла три победы, три матча, Казахстан сыграл на вторую позицию. Вроде как они тоже прошли следующий круг. В Азии Китай занял первое место, Тайвань занял второе место, и Тайвань теперь почему-то еще играл с командой корейской. Все дело в том, что корейцы вообще не проходили никакую квалификацию, у них не было никаких дополнительных матчей, они просто напрямую попали в эту серию. И вот вчера мы с вами смотрели первый Pre-Evaluation, вот так кто называется. Это если дословно переводить рейтинговый матч, то есть определение рейтинга. Вот так вот и будет дословно. Так вот, первый матч, где команда Кореи играла против команды Вьетнама, и она победила ее 2-0 довольно легко. И сегодня днем играла команда Кореи против команды Тайваня. Я вам не скажу пока, с каким счетом посмотрите, увидите. А групповую стадию она выглядит так. И она действительно будет 25 сентября, скорее всего. И кто здесь куда попадает, я не понимаю. Скорее всего, вот эти вот Pre-Evaluation матчи, это были потенциальные команды по рейтингу расставлены. То есть первая, это китайская команда, потому что она стала чемпионом азиатских игр 4 года назад. Она там, например, в группу А попадет. Так как корейцы Вьетнам победили, они будут там в группу Б, допустим, попадать, там вьетнамцы в группу С, ну и Тайваня там в группу Д. Но это я так думаю. На самом деле вообще не представляю, зачем это было проведено, и почему здесь по 3 команды, а здесь по 4. В общем, вот такой вот у нас интересный турнирчик получается. И должен сразу заранее сказать извинения. Я вчера немножко ложную данную вам информацию дал, память подвела. Данин играл в команде Evil Genius. И все, что с ним произошло, это действительно произошло только не в 2021 году, а в 2022 году, когда его команда, вот она, его команда вышла в плей-офф. Он сыграл первый матч плей-офф и проиграл 1-3. Следующий матч плей-офф они победили со счетом 3-2. И на следующий матч он уже не вышел. И после этого его тренеры, я их специальные имена все нашел. Ригби, вот этот парень Тортл, вот этот парень Питер Данн, они все, там еще один был тренер, сейчас найду его, Артемис. Они все были уволены, уволены из команды Evil Genius. Все потому, что они после матча того самого, тут можете представить у всех, в октябре 2022 года они все уволены. То есть команда едет на чемпионат мира, чемпионат мира проводится в октябре-ноябре, а все четыре тренера уволены из команды. Это очень интересная тема. Короче, они после финала, там чемпионата Америки, там точнее полуфинал был, Evil Genius проиграли его, но все, они попали на чемпионат мира. И вынуждены они были заменять своего Дани игрока, а они на пресс-конференции сказали, что это ублюдок, который принимал слишком много наркотиков. Типа такого они сказали. Ну, своими словами. Не прям так они говорили, вот как я сейчас, а своими словами. Но все поняли, что было сказано. Просто я увидел недавно комментарий у себя в паблике ВК, там человек сказал, что там не было никаких наркотиков, он на самом деле там осматик, ну да-да, как норвежцы тоже. Никакого допинга, ничего нет. Или как он, недавно там девушка какая-то выиграла соревнование, там смотришь, у девушки тестостерона больше, чем у меня. У меня такая борода не растет, как у нее. Ладно, это к чему я говорю? К тому, что хотел извиниться, да, я вчера ошибся. Скал команда Team Liquid, и сказал Jet. Но там был не Jet, а Peter Dan и команда Evil Genius. Вот и все. А потом стал новым тренером команды Evil Genius на чемпионате мира. Он уже их тренировал прям вынужденно. И это фриз. Его вернули в свою эту. Видите, он в ноябре 2022 подписывает контракт с командой прямо во время чемпионата мира. Тренирует их. Ну и Evil Genius, по-моему, в том чемпионате сыграли неплохо. Они нижнюю сетку выиграли. Этот Wild Card, который там игрались, они вроде там сыграли 3-2. 3 победы, 2 поражения. И прошли, по-моему, Madlines, если я правильно помню. А в групповой уже стадии сыграли очень плохо. Это я точно уже не помню. Короче, что у нас с вами? У нас с вами корейский матч против Тайваня. У команды Кореи... Сейчас тут поперематываю. Давайте обновлю эту страницу, потому что она что-то лагает. Поперематываю. Это трансляция, которая сегодня шла. Вот тут рассказывают вот этот Evaluation. Корея победила Вьетнам. Корея потом играет с Тайванем. И следующие матчи 25-го числа. Ну, как-то странно. Здесь, короче, как обычно, все выходили. Гимн пели, потому что Олимпийские игры, Олимпийский комитет, Азиатские Олимпийские игры. Называется официально это соревнование. Для нас они сокращают как Asian Games, то есть Азиатские игры. Но везде у них, видите, флажки висят Олимпийского комитета. Ну и что у нас еще интересно? То, что патч у нас 13-12 на этом чемпионате. Корейцы сегодня выпустили Фейкера. Вчера играл Чови, сегодня играл Фейкер. Тайваньцы выпустили в первой игре Ханаби. Ну, я просто заранее вам скажу, что в первой игре играл Ханаби, а во второй уже другой играл игрок. Ну и в третьей тоже, если третий матч был. Карса в лесу, Фова на мидлейне, Дога на роли Адекери и Свордарт на роли Саппорта. Ну и корейцы, так как патч 13-12, попытались вспомнить, что там вообще пикалось в этом патче. И решили убрать Тристану, Маукая и Рейкана. Оппоненты же убрали Нику, убрали Элбэ и убрали Джакса. Ну а кто не помнит, в этом патче был очень сильным чемпионом Кайса, потому что она играла Ability Power через нашортус и новый предмет. И эфир здесь очень сильно лагал. Вот видите, вот эти вот подлаги. Это не у меня FPS дропы, ребят. Это вот такой вот эфир был. Я просто был в шоке, насколько отвратительно эфир здесь показывали. Тайваньцы забирают себе Азира вместе с Рейл и Рейл для Свордарта. Хотя могли взять его любимого Алистара, но решили сыграть Рейл. При этом Алистара открыли корейцы, ну ввиду того, что Алистар принимает контракт Рейл. И забрали Азира для Фова. Ну во-первых, у Фейкера забрать Азира. Во-вторых, Фова один из лучших Азиров в мире. Ну как бы логично. Ну а Фейкер в ответ на этого Азира пикает талию. И получается, что у команды Кореи сейчас есть два жестких контрпика к двум чемпионам тайваньцев. А тайваньцы не могут в ответ ничего на Кайсу-то хорошего и взять. Там он, Стай Раван переводит, что по-корейски написано снизу. Приглашаем в нашу финансово-национальную репрезентацию Лиги Легенд. Непонятно. Непонятно, но очень интересно. Ну и давайте весь драфт и промотаем вперед. У нас появилась Зерри. На эту Зерри команда Т1 уже ответила Кайсой. Поэтому они просто дальше делали усиление своего медлейнера. Потому что медлейнер, который делает ротацию, нужно куда-то делать ротацию. Ну и поэтому появляется здесь Иринектон на топе. И Вега, который помогает талии бегать по карте. Тайваньцы на это ответили Леоны. И как оказалось, это Релл идет не на бот-лейн, а в лес. Идея неплохая. Только Релл попадает под неприятный контрпик, а именно Вега. Все равно. То есть Релл и там, и там попадает контрпик. И на боте, и на позиции лесника. И появляется еще Поппи, которая будет блокировать прыжки Алистара. И в общем-то все. Ну, неплохо вроде как против Ренектона. Но Ханаби не является Поппи-мейнером. Он скорее, кстати, Ренектон-мейнер. Еще он Гнар-мейнер. Но, видимо, из-за того, что они взяли Азира и Зерри, они побоялись, что если возьмут Гнара для Ханаби и там ГП, Гнар это его лучшие чемпионы, то у них просто будет сильный лейтгейм, и они до него тупо не доживут. Ну и напоминаю, что целый матч. Я боюсь показывать, а то еще страйк прилетит. Поэтому будем с перемоткой смотреть весь эфир, который был. Ну и все матчи мы сюда в один попадем раз. Тайвань. Это регион, который раньше назывался ЛМС. Тот регион, из которого существует команда Флэш Вульф. Сейчас они называются Талоны. Пассажир Талон. Ну или Пассажир Талоны. Раньше они назывались вот как раз ЛМС регионы Флэш Вульф. Ну, чтобы вы понимали. И там, кстати, чемпионы мира второго сезона. Это Тайпэй Ассасины. Как вы, наверное, помните. Ну и пока все вроде по дефолту началось. Оба лесника стартуют самостоятельно. Вега, правда, сразу с красного бафа. Карсер сначала зафармить рапторов, а потом только идти в красный баф. Ну а Фейкер тут начал бычить на Фова. Ну на первых уровнях. Базира можно бычить. Он ставит солдат и даже передвинуть их не может. То есть ты видишь, куда он их ставит. Просто отходишь в другую сторону и все. Но на пути неплохие размены могут сейчас начать появляться. Потому что и Кайса уязвима к Леоне. И, соответственно, Зерри уязвима к Алистару. И оба хотят этих чемпионов, что Алистар, что Леона, потратить свой первый врыв. Потому что там Афтершок, а здесь замедление. Жух. Быстрее взяли второй уровень тайваньцы, но не сделали никакого улына. Свордарт боится, что Алистар его подкинет во время прыжка. А Алистар не делает это. Потому что там есть, оказывается, выход левел 2 ганг от Канави. Но он левел 3, а вторые уровни были у всех оппонентов. И успевает Догас за счет Клинса снять с себя АЦЦ эффект и Игнайт. И полететь туда. После этого Канави тут же идет в синий лес. Рейл, Рейл заходит со спины на Фейкера и встанет его. Вот это интересно. Дайте перемотать чуть назад. Как получилось? Карсер не пошел в свой синий лес дофармливать. Он просто проходит мимо и сразу убегает на Фейкера, у которого нет варда. И информации тоже у него не было. Интересно. Интересно, скорее мог ли подсказать Канави, что на Фейкера сейчас выйдут. Потому что Фейкера сразу убивает. Он становится 0,1 в этой игре. И неприятный такой старт. Сталя, конечно, не хочет ничего терять. Сейчас еще линию могут запушить. Не линию не дают запушить. Нифига. Зев сюда прибежал. Ребята, вы просто задумайтесь. Зев 100,5 прибежал, чтобы не дать Фейкера запушить линию. И в итоге Фейкер на ТП возвращается. Может зафризить линию. А Азеру придется тратить телепортацию. А так Азеру мог сейчас в очень большом плюсе оказаться. И среколился бы. И ножками бы вернулся. Северная Корея, Вьетнам. Не так все. На самом деле Южная Корея против Вьетнама. Играет. Это Азиатские и Олимпийские игры. В которых сборная участвует. Так, что у нас Девс. Девс вернулся на линию. Он Поппи толком не победил. Поппи решила с ним подуэлиться. Но что-то у Ханаби больше потерь получилось, чем выигрыш. Но там регенерация здоровья адовая. У него зеленая ветка плюс Даран щит. Рейнг, кстати, тоже решил почему-то играть через Даран щит. Уж не знаю, с чем это связано. Хотя, может, Рейнг сейчас так и играют. Я не обращал внимания. Рулер начинал изначально игру, как видите, без Дорана. И у него кул. Он все еще не бэкался. Поэтому он идет впереди. Но Адога вынужден был сбэкаться. Потому что ему в начале игры сняли два самунирспела. И он решил как раз туда вернуться. Давайте перемотаем какой-нибудь экшен. Экшен. Тут только фейкер. То, что загоняет Фову под вышку. Перекидывает его. Наталья очень хорошо играет. И поджимает постоянно под Азера под вышку. Не давая ему нормально выходить по фарму. То есть наказывая, так сказать. Но сейчас он уходит на рекол. Не передумал фейкер на рекол уходить. Пятая минута матча. Зевс побил Ханаби. Но это, скорее всего, для первого рекола. Вообще у него преимущество по фарму. 44 на 21. Я паузу нажму. Если бы Вьего сделал маршрут в топ. А, но фейкеры не смог бы подключиться. Они это понимали. Ну да, вряд ли бы товардаев. Поппи очень сложно за товардаевить. Особенно Рениктону Вьего. Оба чемпиона на прыжках рассчитывают свои товардаевы. И они там в стан могут попасть. Тогда ладно. Я просто про то, что если бы был фейкер свободен. И мог туда сместиться. Они реально могли сейчас Ханаби за товардаевить и убить. Но Ханаби очень много потерял фарма. Зевс обнаглел. Знает он, где находится лесник компонент. Вот там Рел по вардам пробежал. И он просто пошел фармиться между двух вышек. Чтобы выиграть себе тайминговый рекол. И когда так запушиваете линию, вы можете среколиться. А вот сейчас прям вот нажать рекол. А соперник, вот он так и делает. А соперник вынужден еще фармить крипов под вышкой своей. И он не будет запушивать. Потому что если он попытается сейчас запушить, он испортит крипов. Он должен аккуратненько дождаться все удары вышки. Вот он все еще на линии. Обратите, Ханаби никуда не выходит. Все еще там, все еще там, все. И вот теперь уже Зевс прилетел. И они одновременно стоят на линии. То есть получается, что вроде как Зевс уже закуплены, а Поппи еще нет. Если Поппи сейчас... Вот я просто паузу опять нажму. По мини-карте смотрите. Если Поппи сейчас нажмет рекол, Зевс сделает все, чтобы зафрезить линию. И Поппи, ну просто уйдет в адовый минус по фарму. Поэтому ей нужно сейчас оставаться на линии. Пытаться не умирать. Позволить Рениктону себя допушить. И в один из вот этих очередных запушиваний уже сделать рекол. Вот как-то так. Но у него был там один момент с реколом уже. То есть она как бы с метчиком. Против, точнее, метчика вот этого Кнута. С ботинками и арморкой. Вроде должна выжить. Но команда корейская, хоть и знает, что нет у них телепорта преимущества. Просто решает забрать Дракона. Потому что есть преимущество на боте. Ребята, с реколю, у них целый предмет. А здесь нет предмета. Дога что-то как-то вообще потерялся. В итоге команда корейская по макро играет очень хорошо эту партию. Уже тысячу золота лидирует. Фекера попытка была от Фовы сделать соло. Но Фекер поставил стеночку и все. Сразу на этих камушках в станд попал. Блин, Зевс просто гапает бедного Ханаби. Ведь когда-то Ханаби гапал того же самого Зешая. На чемпионате мира, я помню. Каких-то 4 года назад. Ну, сейчас Ханаби уже такой. Уже старенький. Как и Свордарт. Свордарт мне только запомнил с Алистаром своим. И, в общем-то, ничем. Зевс свободу 10. Опять запушил день. Только теперь реколи ценит смысла. И он находит здесь Карсу. Решает с ним повоевать. Тот смайтом забирает себе объект. Ну, тут Зевс не встроенит ли он? Хотя Фекер неподалеку. У него есть ульта. Он, если что, прилетит. Да. Они оба это понимают. Во-первых, они не убьют ли никто, но у него есть ульта. Во-вторых, там еще Фекер сейчас нажмет ульту и все. Поэтому отступает. Но 7 минут 30 секунд. Это второй объект для команды Т1 намечается. Но они решают даже не второй объект забрать. Сначала красный баз забрать. А уже потом идти на объект. Зевс дальше наглеет. Пипец, Зевс тут борзеет. Ну, можешь себе позволить. Поппи ничего не идет. Опа, в рулер идет инициация от Свордарт из флэша. Куда-то он так далеко залез. А он здесь продолжает сражение на топе. Поппи решил подключиться к битве. Но Фекер оказался ближе. И здесь, и здесь скиллой. Команда Т1. Т1, извините. Команда Корейская. Сборная Кореи сделала 2 убийства. Один на Бутлэйне. Керри сделал all-in в Свордарта. И рулер добил. Хотя рулеру у нас из Джинджи. Ой, из Джинджи в свое время был. Сейчас он в JDGaming. А на топе Зевс, который борзел, борзел. Борзел, борзел. Сейчас погодите, там дверь закрою. Ножкой, ножкой закрыл дверь. Балкон, но у меня кошка там пошла на балкон. И открыл нараспашку. Нам покажут хоть какой-то повтор из этого всего. Вот этот покажет повтор. Ну и сейчас Керри здесь сделал all-in. Да, подкидывание. Да, и все. Но Керри, кстати, с рулером играли в одной команде. В каком-то сезоне. Ну, а на топе Фейкер подключился. Поэтому Ханаби не продолжил помогать Карсе. А Карсе еще был не шестым к тому моменту. В каком составе они вместе играют? Точно знаю, что рулер и Керри играли вместе целый год. Если даже не два. В каком-то составе было у них это. То есть есть опыт игры. Сейчас рулер, конечно, удивляет. Очень хорошей своей игрой. Почему говорю, удивляет? Потому что мне казалось, что как раз в команде JD Gaming, хоть он играет классно, но он играет там второстепенную роль. То есть он там ошибиться не может, потому что команда играет чисто через него. Подожди, Керри просто обошел, увидел Карсу. Лол. А как он увидел Карсу? Ну-ка назад вернемся. А, Карса сделал просветку. Я по миникарте смотрю. Поставил вард. И они просто предположили, что Карса оттуда не ушел. Просто сделали предположение, что он все еще пинг свой обороняет. И Керри делал от него инициацию. Тут же Канави выскакивает. Ну, по макро, конечно, великолепно играет команда. Опять хотел сказать Т1. Команда корейская. 3000 золота преимущества при счете 3-1. Ну, то есть счет по киллам на 1000 золота максимум. А не 3000 лидирует. Керри хочет тавердайв делать, но это невыгодно. Хотя, если фейкер бы смог сюда подключиться, но он сейчас занят Азиром. Я так понимаю, там уже хочет цирколиться в ЕГУ, у которого 91 фарм против 54 от Карса. И на секундочку, Карс это один из лучших лесников в чемпионате Китая. Ну, чтобы вы понимали. Ну, правда, он играет с другим лесником, тоже одним из лучших чемпионата Китая. Это Канави. Мне очень тяжело с ним бороться. Особенно, когда у него игроки команды Т1 на соло-линиях. Кстати, Зевс в этот раз встрял, судя по всему. Он уже здесь не выживет. Да, фейкеру надо отступать. Фейкер пытается добить Канави. Когда он маленький, при маленький по хп, фейкер делает инициацию, не добивает, дохнет. И Канави, наверное, тоже умрет. Он пытается добить Карсу, но Карс уже в этом флешится еще зачем-то. Хотел как-то с флеша дать автоатаку, отменить анимацию. И в итоге все пахлавы, как говорится, наелись. Я вот их хвалил-хвалил. Они взяли вся эта троица, отдали 3 кило, просто так не убив никого. Да, там оказалась Леона вовремя, но... Видите, она с базы сразу туда шла. Алистар не успевал. Алистар по темпу отставал. Кстати, а почему Алистар не успеет? Они же примерно одинаковые. Ну, потому что в эту сторону битва будет смещаться. Вот почему он не успел. А, и у Леона ботинки уже были, судя по тому, как она быстро добежала. У Алистара не было еще ботинок. Да. Сейчас посмотрим у Леоны. У Леоны нинджа тапки, а здесь обычные ботинки. Не так сильно должна была эта скорость зарешать. Просто она чуть-чуть раньше вышла, и Алистар не сразу понял, где будет битва происходить. Ну, выкинули немножко свое преимущество. Было 3,5 тысячи, осталось 2,5. Ровно тысячу отдали оппонентам. Но пока я говорил, они килл сделали. Погодите, а где они килл-то сделали? А, здесь Зерри умерла. Нам не показали, как, но Зерри умерла. Может, впереди покажет повтор. Команда корейская вызвала Геральтку, который забрал все же Канави. И вызвали ее на Мидлайн, чтобы одновременно с этим потом пойти и забрать еще Дракона. А нам повтор, как умерла Зерри, не покажет. Но, судя по всему, ее роллер просто в одиночку убил. У него уже полтора предмета против... Не одного еще тогда предмета было от Дога. Сейчас у Дога появился первый предмет. И это слишком поздно по темпу. Дога здесь пытается воевать. Не слишком ли он смелый? Алистар делает врыв, там разворот. Карса дает подкидывание по трем игрокам. Стяжечка. Убивает Фейкера, но как-то остальных не убить. Прилетает Зевс. Керри все еще жив. Зевс сейчас будет под ультой делать врыв. Ух, хорошая попытка была от Фовуа. Поймать рулера, но тот среагировал, отфлешился, выжил. Дога стреляет под Зерри, зарабатывает убийство, но ему надо убегать. Как-то там Алистар его ждет. Да, он идет к Алистару. Алистар его просто кидает. К крокодилу в пасть. К крокодил его съедает. 6-6 становится счет. И опять 3,5 тысячи преимущества команды сборной Кореи. И одновременно с этим еще и два дракона они забрали. Ханаби не был с ними, да. Но это вот преимущество того телепорта темпового. Фейкера опять выкидали. Блин, Фейкер вообще эта игра не идет. Он 0-3, ребят. Проигрывает по фарму на медлайне, хотя лидировал. Почти 20 фарма лидировал, но сейчас он уже 0-3. Никуда не успевает. Его везде кидают. Он не дал ни одной ульты еще. Она такая чистая. Чисто медлайнер из Солоку. А вот этот килл. Рулер. Он что, просто так убьет его? Ну там нет предмета, да. Здесь 2,5. Ну, 1,5 было. Сейчас, видимо, ультой полетит, да? Вау. Свердар просто на это смотрит со стороны охреневая. Так, перемотаем этот момент. Ну, вот здесь только прикольно вот это смотреть. То, что дога вроде кайтит-кайтит. Это Алистар такой. Привет. Бам. И крокодил съедает его. Фейкер ульта, чтобы вышку сломать просто на медлайне. Ну, фейкер понял, что он хоть как-то ульты тратит свои. Это бесполезно. Ну, 5000. Уже почти 5000 преимуществ команды сборной Кореи. И у них очень раскормленная кайса. И они на еще один объект идут. И бедные тайваньцы ничего сделать. Против этого не могут. У них еще драфт такой у Тайваня. Типа, если мы проигрываем начало игры, то мы в средней стадии вообще не играем. Мы типа ждем, ждем, ждем гиперлейтгейма. Ну, а вы его не дождетесь такими темпами. Алистар вбегает. Рэл откидывает. Ханаби сюда прилетела. Инициация. Мясо какое-то творится. Но рулер вместе с фейкером здесь уже свободно отстреливают. Здесь они всех разрежут. Очень хорошее местоположение было по позицию команды Кореи. Танки все спереди. Два керри сзади. Никто в керри не ворвался. И Ханаби ульту и без ульты был, видимо. Да? Вот здесь еще Канаби заработал килл. То есть через Реника не пройти. Алистар сразу Рэл откинул. Потом, когда Рэл ворвалась, но она задела только Крокодила. Это ульту и... Ну, я думаю, эта партия уже закончилась. Нам повтор еще. Да, вот показывают. Вот смотрите, видите, Алистар ворвался. Вроде все пять игроков есть, но Алистар он отрезал сразу двух. А сюда ты как-то боишься за Ханаби делать врыв, потому что некому будет зафоловить тебя. Ну и в итоге вот он отключает врыв Рениктона. Вот он, Реник, попал в стан. Но тут уже фейкер прикрывает, все ставит в свою стенку. И все. Привет, привет, Фимдома. Мы тут занимаемся записью для Ютуба, так что сейчас пока ответить не смогу. Ну а так дела, хорошо. Если будешь сегодня стримить, когда я буду стрим заканчивать рейд, тебе мы забросим. Ну да, я дальше он Канаби, будучи уже зерри, через стеночку проехал, потом ультой прыжочек красиво сыграл вообще. И догнал. Не, ну это партия... Ой, что-то глаз зачесался. Эта партия у нас, конечно, дико легкая. Ну, наверное, все же, если сравнивать легкость, то посложнее, чем с Вьетнамом было. Вьетнамцы, вот первая игра была похожа на эту, но все равно они там слабее сыграли. Как мне кажется. Жух, хорошая. Ульта от фейкера отзвонил трех игроков, просто как они убили Сворд Арта. И сейчас ищут килл по Ханаби, Ханаби красиво станут прописывать, но этого будет недостаточно, некому носить урод. А вот Керя, когда делает в рейф, это сразу опасно. И еще Поппи выкидывает Элистар, Элистар остается в живых. Перекидывание от фейкера двух игроков, попытка убить рулера неудачно, а там, откуда ни возьмись, еще появляется крокодил. Да, где, там говорят, рейд был ко мне. Но у меня Виша-повещалка не сработало. Спасибо за рейд, спасибо за рейд тогда еще кому-то. У нас тут сейчас азиатские игры мы смотрим, поэтому не отвлекаюсь на обычный чат, прошу прощения. Чпоньк. Вот так у меня, как раз вот когда я такие записи делаю, у меня оповещение не работает. Так ладно, давайте перемотаем уже, наверное, ко второй игре, потому что это закончится. Ну или какого-нибудь веселому тимфайту. Тут Фову поймали вне позиции, да, его сожрали тут же. По статистике у рулера 706 в этой игре, у Виего 5 киллов. Рулер лидер этого чемпионата. Вообще-то они показали рейдеров, да? А, ну значит, может поэтому оповещалка и не сработала. Ну, короче, я не знаю. Не суть важна. Инициация от Свордарта, но ему надо было, наверное, все же забирать или старость себе. Они же хотели взять Релл. А они не хотели, видимо, показывать, что это Релла лесная, хотя это тоже все игроки учитывали. Вот. Не, Стаси Консоль это вчера было, да. Стаси Консоль это было вчера. Это пассажир-талон. Ну, половина пассажир-талона, да. Здесь, видишь, у них усиление идет по позиции Свордарта. Он сейчас играет в китайской команде. Карса, который поедет на чемпионат мира. И Фова вроде бы не из пассажир-талонов. То есть у них из пассажир-талона Ханаби и Дога, да? Ну, потому что очень много сильных тайваньских игроков играет в китайском чемпионате. Вот тут Карса пытался проверить, не делается ли на шорды. Оказалось, что не делается. Соперники устроят ловушку. Вау, рулер залетает. Просто сразу делает 2 килла. Ну, там у них 3 предмета и делает 4 килл. Погодите. 3 килла уже сделал. А, ну там Свордарт сбежал, да. И 4 квадрокилл для рулера. Леона убежала, Пентри ему не видать. Ну и на шорды забирает команда. Т1 опять хочется сказать мне по привычке. JD Gaming, надо говорить. Слушай, Канави в какой команде играет? Канави же не с рулером в одной команде. Он в ЛНЖ, по-моему, да? Но он тоже на чемпионат мира едет. То есть и Канави, и рулер едет на чемпионат мира. Так что для них это тоже практика. Правда у них практика, и не на тех патчах происходит. Вообще это интересно. Я паузу сейчас нажму. Чисто монолог. Сборная Кореи сейчас играет с теми игроками. Ну, то есть команда Т1. Против которых им предстоит потом играть на чемпионате мира. И предстоит найти вот эти... Не, мне подсказывают, что они оба в JD Gaming. А, оба. Ну, то есть это гипотетически. Сборная Кореи составлена из будущего финала чемпионата мира. Частично игроки корейские. Вот эти вот три из команды Т1. Будут с JD Gaming играть, которые... Канави и рулер. И было бы, наверное, прикольно, если бы вот всю жизнь рулер играл не в Корее, а только в этом сезоне, да? В Китае он начал играть. Тогда бы можно было какие-то фишки найти у него. Потому что Канави-то, на самом деле, он только в Академии играл. Штуку дампли... Лол. Это сработало у него Женя еще, да? Да. Я сразу посмотрел на его инвентарь. Там четыре с половиной предмета, и Женя уже маленькая есть. Понятно. Все понятно, в общем. Давайте просто покажу, как Зерри умерла. Это ключевой момент. Тут, знаете, Тайвань теперь себя думал. Ладно, мы отстаем. Десять тысяч. Даже не десять, а не шестнадцать уже. Ты сейчас стоит. Ну, пусть десять. Чтобы меньше было. Давайте чуть-чуть пофармимся подвышкой там. И тут пролетает такая W. Пол лица отрывает дока. Потом влетает Кайса в тебя и шотает. И ты такой, окей. Ладно, мы не пофармимся подвышкой. Потому что тот, кто должен фармиться подвышкой, стоил один шесть. У него как бы... Даже ботинок нет до сих пор. Жестко-жестко. Крянь, они не закончат, да? Я так смотрю, да. Корейцы не закончили. Корейцы шатдауна решили отдать. Ладно, окей. И еще будет, значит, одна битва. Они могли сейчас закончить. Но с шестнадцати тысяч, кстати, преимущество упало до тринадцать с половиной. Ну, это ладно. На дракона пошли тайваньцы. Пока Кайса мертва и Канави мертва. Надо сразу рашить этого дракона. Значит, как-то нежно его бьют. Хотя, знаете, я думаю, в чем проблема? Они не нежно его бьют. У них нет урона просто. Да, вот только по сто урона по дракону. А, Зер не успел подойти. А Зер отпушил медлайн, потому что двух ингибиторов нет. Хороший ультали он, но это не имеет значения, потому что некому ворваться. Подкидывание от Алистара, крокодил на них всех сжрется, разжирается. Крокодила убьют. Кстати говоря, Фейкер делает подход, но его тут же перекидывают. Но по Фейкеру пошел фокус. Фейкер остается в живых, дает перекидывание по Канави, убивает его, но при этом погибает. Азир все еще жив. Канави зарабатывает себе убийство, становится уже попи. Это второе убийство для него. Третье убийство для Канави. Это, походу, пенда для Канави. Он делает рвочек еще вперед. И Азир написал, убил Леону, но это Азир, потому что Канави был Азиром. То есть он делает тоже квадрокилл. И остается в живых, которые 2,6, и теперь, наверное, уже конец игры. Или они пойдут на пенду, интересно. Зарис реколелась, Канави жив. Канави кидает стан, попадает, и будет ли пенду киллу. Пенду киллу! Забавно, забавно. Ну что ж, бывает и такое пентакилл. Ну я не знаю, засчитали пентакилл или нет. По надписи не похоже, что это был пентакилл, да? По надписи время как будто закончилось. То есть это как будто было просто эйс надпись, я не знаю. Сейчас посмотрим вот это вот. Обычно же там как-то красочно рисуют. Что здесь написано? Ну это, скорее всего, эйс написано. Типа просто сделал убийство. Время, видимо, уже достаточно прошло. Пентакилл не засчитан. Ну, ничего страшного. 1-0 лидирует сборная Кореи. Перескакиваем к игре номер 2 на том же патче. Но Тайвань перешел на другую сторону. И на синей стороне, кстати, как раз на патче 13-12, очень много команд выигрывали на синей стороне и стремились эту сторону взять. Тайвань убирает Рэл из игры, убирает Джакса. Джакса убирает, чтобы сыграть Гвайн, что ли? И убирает команда корейская, придерживается того же плана. Только Элб решили забанить, потому что не нашли бана Кайсы. Странно, могли бы Кайсы забанить. Сейчас Кайсы же появится там, да? Кайсы с этой стороны. Кореец Элб, да, она тоже здесь играла с Нашартусом. О, с Нашартусом, с этим, со Статик Шивом. Рэйкан вместе с Азиром. Прошу прощения. Как вы могли заметить, у тайваньцев поменялся топ-лейнер. Они заменили Ханаби на Реста. Ну, как в основном составе, кто не в курсе, Ханаби тоже уже заменен. Он, видимо, просто дали один матч попробовать Ханаби. Может, он все еще хорош. Потому что Ханаби официально уже является игроком, который ни в одной команде не состоит. Он только во втором составе. Но так как с топ-лейнерами у тайваня большие проблемы, у них нет их сильных. В общем, появляется Рэйкан и Азира. Здесь появляется Алистар. Опа, тайвань пошел во все тяжкие. Крутых чемпионов. Сейчас еще контрпик Азиру возьмут. Пока берут просто Заю, разбивая связку с Зайрой Кан. Команда Кореи, получается, остается и... А-а-а, это Кайса Мидлейн против Азира. А Зая на Ботлейне, чтобы не было еще и Зайрой Кана с этой стороны. То есть здесь разбили пернатую связку. Еще и Кайсу на Мидлейн взяли. СНГ на Азиатских играх. Да, СНГ, кстати, подавали заявку на Азиатские игры, но МОК, Международный Олимпийский комитет, запретил. Им пока что сказали, подать можете заявку через год еще раз. Тогда Россия хотела выйти из Европейской ассоциации, потому что на чемпионаты Европы, как вы знаете, не пускают спортсменов из России и Белоруссии. И они хотели уйти из Ассоциации Европы. Но это вообще парадокс. Ну ладно, это политика, ну вы поняли. Просто мне кажется, спорт должен быть без политики в любом случае. Но просто так получается, что кто не в курсе, и в ФИФУ, и в ИХФ, то есть в Международную Хоккейную Федерацию, и, конечно же, в Европейскую Федерацию, спорт Россия по-прежнему и Белоруссия по-прежнему платит деньги. Но их почему-то не пускают на соревнования. Такая вот интересная тема. Ну а к тому, что хотите играть так, но тогда не платите им деньги хотя бы. Они зачем-то продолжают платить деньги, это очень тоже странно. Ну там, видимо, какая-то юридическая фишка есть. Что ты обязан все равно платить, даже из тебя не пускают. Типа дисквалификация не подразумевает ни оплату. Такие дела. Ну и поэтому они пытались в Азиатскую попасть, это еще в прошлом году пытались. Как раз где-то в январе-феврале решили этот вопрос, и Мокк сказал в Азиатскую, вы не можете попасть. Запретка. Нельзя. Спасибо за сабскрайб. Ладно, вернемся давайте к тому, что есть у нас. У нас тут Казикс. А уже больше года. А уже больше года. Уже больше 12 месяцев. Кто-то подписан на мой канал, к сожалению. Я сейчас не буду табаться смотреть. У нас появляется Сиджуани для Канави. Это первый, кстати, не керрищий чемпион для Канави. Сможет ли он на Сиджуани показать? Класс. Кто у нас подписался? Тото. 228 Тото. Привет. Спасибо тебе большое. А там появляется Вай. Кстати, прямая контрпик. И в том патче Вай была очень сильная. Это до нерфа на Вай. То есть она очень сильная. Здесь Радиант еще сильный. И Вай сама по себе сильная. И к этой Вай еще добавляется Рамбл. Вообще очень жесткий драфт у тайваньцев. У них жутко сильная средняя стадия игры. И лейнг фаза тоже неплохая. Команде Кореи в лейт надо выходить. Им нужно через что-то выходить. Лейт пока не вжу через что. У них слабый Адекерри, слабый мид лейнер для лейт. Ну, для лейта сильная, а вот в средней стадии и пул. И начало игры слабенькое. И лесник тоже слабый. Они взяли Джейс. Джейс простиджуани, какая-то дурацкая связка. То есть надежда, что просто Джейс в соло будет тащить их через среднюю стадию. Но это будет тяжеловато. Вообще, они этот драфт проиграли. Посмотрим, как будет реализация идти от тайвана. Перемотаем сразу на игру. Я недалеко перемотал. Мне минута как раз нормально. Они просто зашли, варды расставили. Оба лесника через зеленые смайты играют. Карс играет с Конквейером. Ну, а здесь Earthshock. Earthshock. Любопытно топ-лайн, то, что Зевс решил играть тоже Конквейер против Аркан Кометы. И Фову выходит на Фейкера в спину. Тут ставят солдаты. И Крипы бьют Фейкера. И Фову снимает пассивку. Снимает, да? Снимает. Фейкер вообще без здоровья остается. Так вот, может просто Кайса выскочить со спины на тебя. Варда там не стояла нигде. Ну, Фейкер уже назад вернулся, понятное дело. Карса на Вардах. Ну, и Сиджуани там тоже. Там опять был All-in, что ли? Да, опять Фова откатилась кушком. Пошел вперед. Нанес урон. Но уже менее выгодно. В прошлый раз он снял пассивку, потому что мог со спины зайти на Фейкера больше автоатак дать. Сейчас он этого уже сделать не мог. Сейчас уже Фейкер в выигрышном положении оказался. Может быть зря он туда пошел второй раз. Инициация двойной подкид. Прямо во время прыжка получает второй уровень сборная Кореи. Потому что Алистар был уже второй уровень, когда они делали All-in. Но получилось забавно. Ну, и Керри Личилочки сейчас будет настакивать. Видите, он даже во время All-in не успел вкачать кушку. Потому что сразу попал в подкидывание от Алистара. А потом взял ее. Рез тем временем попал под вышку. Его запушивает. Но Сиджуани не делает маршрут с выходом на Тавердайв. Это обычный маршрут. Любопытно, что Вай выходила на Мидлайнер. Потому что по миникарте видите. Она пропускала один свой кемп. Ну, она не пропускала. Она просто затянула их забирание. Поэтому автоматически, считайте, она уже его пропустила. Она не успеет теперь на Краба выйти вовремя. Она будет минус левел относительно Канавик. Она будет четвертая. Карса третья. Если они за Краба будут воевать. Это уже очевидно. Она прикрывала Мидлайнера. Думали они, что Сиджуани сейчас как-то выскочит. Но Канави сыграл пассивно. Просто играет с запушиванием и все. И Вай, вот он все. Сейчас Краб появляется. И Вай либо... Я паузу нажму. Либо идет сейчас фармить волков. И потом сюда. Используя запушенное состояние Азира. И, возможно, там Алистар под пуш сделает. Либо сейчас будет какая-то катастрофа у них в этом месте. Ну, что-то Карса тупит. Он предлагает... Ааа, там фейкеры заставили среколиться. Но фейкер-то на ТП вернется. Карса уже начал делать объект. Канави хочет с него ворваться. Делает подкидывание. Карса успевает выиграть смайт войну. И получается четвертый уровень. Команда Т1 продолжает погоню. Но Канави зарабатывает все убийства. Даже не Джейсу достается. Вот только сейчас фейкер на ТП прилетает сюда. Начинает бить. Канави разворачивается. Дает замедление по Ресту. Реста добивает фейкера. Это размен килл за два. Да. Ну, вот. Ну, вот это вот и есть. Это вот как раз... Ой, не то нажал. Это как раз то, о чем я... Я паузу опять нажму. То, о чем я вам говорю, когда в Сулуку играю. И многие типа говорят... Эй, а что ты не гангаешь его? А что ты там не вышел? Там надо было прикрыться. Ребят, если вы не умеете играть в лес, не пишите, пожалуйста, ничего. Либо идите, попишите такое Даймонд Проксу. Чего вы Даймонд Проксу такое не пишите? Потому что пару раз такое напишите, в бан отлетите от него. Потому что нельзя тратить время просто так за лес. Особенно в первые пять минут. Первые пять минут очень важны для лесника. Райты вот... Так сделали, что там тютелька в тютельку все идет. Если ты хоть на секунду остановился, ты не успеваешь подойти. И вот так оно и произошло. Вот он на секунду остановился, прикрывая мидлейн. Потому что Кайса очень агрессивно играла. А варда у них уже не было. И они боялись, что Сиджуани на него выскочит. Потом они осознали, что Сиджуани уже не придет. И он не успевает взять себе четвертый уровень перед сражением за Краба. И все. И начинается, даже учитывая, что Кайса получила преимущество. Просто задумайтесь. Если она получила преимущество, она Азира отпушила. Они без Азира сражались. Их было трое. Противников было двое. Но Вай не сражалась. Она Краба фармила. То есть, смотрите, сейчас Вай тратит первое заклинание в Краба. Тратит второе заклинание в Краба. Сейчас она Кушку даст. Она ждала Кушку? Нет, потому что Кушку она не дала в Краба. Она Кушку даст сейчас отпрыгивать. Но она попала здесь в Джейса. Ну, то есть, она две Ешки потратила в Краба. Ну, и парочку автоатак. А это как раз и важно. И все, и дальше они остались уже два в три. Ну, и команда Кореи делает два убийства заодно. Да, конечно, им не особо повезло, что Джейс умер. И сейчас опять на Джейса попытка была выйти. У него не было флэша. Вай хотела загангать. Но Канави все это прочитал великолепно. Приходит на контрганг. И сейчас проблемы могут быть. Хотя, наверное, убегут. Вау. Вот этот сайдстеп от Реста. Видели этот сайдстеп? Посмотрите, сейчас Канави нажмет на него замедление. И оно должно прокнуть. А он делает сайдстеп. Вау. А можно на скрипты проверить этого чувака? Не, серьезно. А можно его на скрипты проверить? Что это такое? Я вообще, по-моему, такое впервые вижу. Он задоджил в Сиджуане, ааа, даблью. Это же даблью, да? Кушка, торовок вперед вроде. Я постоянно путаю какое-то заклинание. Когда играю, я не задумываюсь, нажимаю кнопки. А так если вспоминать. Вроде даблью это. Он задолжил в даблью, понимаете? На ходьбе. Ну это очень классная механика. Ой, я вижу, как Фейкер умер уже. И Фейкеру пингуют, но он что-то забил на это большой и крепкий. Да, его просто затовердавил Свардарт. Вот Свардарт и на Алистар. И счет 2-2 становится. Команда Корейкаш лидирует. Алистар еще из-за канави теперь будет гоняться. Там же Ва еще подходит. Он пробегает вперед, хочет дать подкидывать. Ждет отката заклинания, дает подкидывать, пробегает еще вперед. Кидает прямо под Ва и тут же впрыгивает еще в Фова, потому что получил шестой только что. 3-2 уже счет. Рулер не может тавердайв сделать по Зая. Зая слишком сильная в начале игры. Она Ешка тебя просто сцепит и ты умираешь. То есть даже эта тонна крипов, которая была у рулера, она ему здесь не помогала. 3-2. Тайвань борется. Вот, поперематываем немножко. Только тут Алистар... А, ну просто прыгнул. Ром еще ботинки купил уже себе Свардарт. На Алистаре своем бегает. А Кайса 3-0 тем временем. Карса снова выходит на топ-лейн. Он помнит, что у Зевса нет все еще флэша. Он хочет этим воспользоваться. Но шестой уровень берет Зевс и, не знаю, напугает их этот момент или нет. Все же у Джейса посильнее заклинания стали. Поглядывают на него. Вот тут Керри ловит. Подкидывание еще отменяет ему прыжок. Свардарт подходит ближе к руле, чтобы перепрыгнул. Керри это получилось. Заходит со спины. Ульта Рамбла. Зевс горит. Пытается убежать. Вай его избивает. Замедление. И Зевс погибает. Потому что флэш тогда потратил. 4-2 становится счет. Ну, а Канави возвращается в игру, потому что ему надо как-то вернуться. Он на своей Сиджуане очень сильно провалился поначалу. Ну, он тот момент выиграл, но потом его прогнали из леса. Потом его убили в его же лесу. Сейчас он в спину попытается выйти. Вау. Флэш и ульта просто. Это даже не флэш был, это Ешка ульта была. Ей можно идти дальше товар давить до Дога. Но у Дога есть ульта и, наверное, отойдут. Ну, видно, что уже крипы заканчиваются и такой, знаете. Сняли с Элистара жизнь. У Элистара не было еще шестого уровня. Быстренько Сиджуане подключилось. Этого хватило. Но это игра на встречных курсах. Это игра как раз то, чего мы ждем от чемпионата мира. Где мы ждем, чтобы играли не только китайские и корейские команды друг с другом. Как это было на прошлом чемпионате мира. Как это было на этом MSI турнире. Я лично хочу увидеть, наконец, противостояние, когда какой-то еще регион подключится. Подключится к этому всему. Ближе всего к подключению выглядела Европа последние года. Но в Европе началась, как это называется, бюрократия или что это такое. То есть талантливые игроки их заживали. Талантливых игроков не выпускают. Потому что начался вот этот коммерциализм, при котором многие команды готовы потратить 3-4 миллиона долларов и держать у себя в составе Пёркса, который уже не играет. Держать в составе у себя Райкласса, который уже не играет. Нежели, чтобы взять игрока из челленджера европейской команды какой-нибудь и попытаться с ним выиграть чемпионат Европы. У них вот это вот началось сейчас. Эта волна очень долго идет. Я не уверен, что... Ну, то есть нынешняя Европа... Ой, извините, тут инициация от Керри великолепная. Просто с флэша ульту выдал. Вай не успел ничего просто нажать. Правда сейчас Свардар делает точно такую же инициацию. Долго все еще жив. Раздамаживает. У него пирожки будут. Но Рамбл без ульты. Рамбл ждет, пока у него откатится ульта. Команда Кореи надо бежать. Они наверняка знают таймеры. Зевс тут бьет. Зевс тут дальше жгут. Скорее всего он умрет. Да, Фова за ним флэшится. Но Фова отдал шутдаун. У него было 4 килла и он отдает... Ой, не то нажал. Он дает 150 золота. Погодите, что-то я не то нажал. Вот. Да, вот он дает 150 золота добавочную Зевсу. Он тут фейкер заходит со спины. И я уже спойлер вам показал. Там Рамбл ульта сейчас залетит. Просто все сгорают. Керри выживет? Нет, не выживет? Нифига. И фейкер просто проехал мимо. Говорит, ладно, пацаны. Я не нашел здесь убийств. Ну, у них чемпионы мертвые. Ну, типа... Ни Зерри, ни Азир ничего делать в этой стадии игры не могут. Тайваньцы очень сильны в этой стадии игры. Особенно, если они начали разгоняться. Вот по фейкеру пошел товардайв. Он правильно делает, что делает инициацию. Попытки убить, но дого просто подкидывает ультой урон вышке. Ну, и фейкера просто убивают. Может... Да, ничего не может. Может, даже чуть-чуть он поторопился. Было чуть попозже сделать врыв этот. У него флэш все же был. Да... Восемь-пять. Новый шкур рулер на боте сломал полностью. Пока у нас... Зая ходила на топ-лайн. Кстати, странно, что она не пошла бить пластины. У них там был полный обзор. А кому Геральтка-то досталась по итогу? А, никому. Она там целая такая осталась стоять. Видимо, она досталась. И повторно показывают. Видимо, она-то, получается, досталась Тайванью. Что-то еще. Ну, странно. Вообще. Ну, типа, сражение начали без Зерри. Но это правильно. Потому что Зерри все равно подключиться к битве не может. Она была слабая. Да. Вай забрала в итоге Геральтку. Ну, а корейцы сейчас забирают себе дракона. Так вот. Я начинал говорить, что мне кажется, что европейцы-то были ближе. Но на данный момент есть команда G2 и есть все остальные слабые команды в чемпионате Европы. То есть G2, наверное, сильнее американских команд. Но вот остальные команды, они слабее американских команд. Возможно, я ошибаюсь. Скоро будет как раз, кстати, этот матч квалификационный. А я не помню, какого числа. Вроде 15 или 16 по расписанию. Надо будет глянуть. Геральтка еще убивает. Не дали тайваньцам сломать вышку. По макро, конечно, корейцы нереально классно играют. Они потеряли рулера. Сейчас давайте вернуть повтор. Сметь, они потеряли рулера. Давайте, вот. Руллер идет на мидлайн. Спалился на варде. Вся команда Тайваня делает по нему инициацию. Сжирает его. Тратит все флэши. Все тратит. Вызывает Геральтка, что вроде как сломать эту вышку. Но все корейцы уже здесь. Убивает этот объект. И говорят, вы ничего не сделаете, дальше не сможете. И при этом фейкер фармится. То есть, видите, фейкеры еще не помешали даже. Так вот. Будет матч между Golden Guardian и... А кто там от Европы? Забыл, кто от Европы. Роги, да? Ну, только не Роги, а как они сейчас называются. Вот. Посмотрим. Если выиграют Golden Guardian, значит, я типа прав. Просто мне кажется, что сейчас по рейтингу идут 8 китайско-корейских команд. 9-й это команда G2, но мировой рейтинг. После этого все идут американские команды. И только потом начинают идти все европейские команды, которые... Ну, там, ФНК, ЭСК Гейминг, Эксел. Это просто такие мусорные. Я смотрел, они очень слабо играют. Ну, возможно, это на фоне других европейских команд. Они так выглядят слабо. Ну, хз. Ну, поглядим. В этом и суть чемпионатов мира. Всегда есть какие-то сенсации. 9-5 у нас счет. По киллам тайваньцы очень хорошо идут впереди, но по золоту минус тысячи. У них не получилось объектов заработать. Они даже пластины не смогли с Геральткой снять. Потеряли дракона. И золото проигрывает еще топ-лейнер, потому что он проигрывает еще 20 фарма. Сворда Арт ворвался, хотел Керрио подкинуть. Не получилось. Здесь Карс увидит Зевса. Скорее всего, это будет ловля его. Да, и тут же на ульту Рамбла с вынужденным проходить через этот агонь и потом до него добирается. Рез сжигает. Канави хотел отомстить, но его, наоборот, останавливает Сворда Арт. Кидает внутрь, Керрио делает дизенгейдж, но что-то какой-то кривоватый дизенгейдж, как бы это не получилось. Энгейджем не в ту сторону. Да, так оно и получается. Он погибает. Прилетает сюда Фову, а Фейкер говорит, пацаны, охладите ваше трахание. Я и Зерри, мы должны фармиться. У нас типа по первому предмету только появилось. Ну, еще не бойцы. Мы пока не сильнее даже крипов обычно. Зерц. Жух. Жух. Это повтор. Просто красиво. Красиво наблюдается, как Рамбла выдает ульту ровно в поинт-клик ульту союзник. В Джарвана ульту, в Вай ульту. Какие у нас там еще чемпионы. И с поинт-кликами такими неплохими. Но там надо, чтобы разнотипный урон был обязательно. Магический и физический. Если будет оба magic damage, там мерки просто покупаешь и все. Ну, или хекс-дринкеры, и ты больше не умираешь от них двоих. Одиннадцать пять. Вышки там попадали. По одной вышке с каждой стороны. Не слушайте. Тайваньцы так и не сломали ни одну вышку. Фейкер задефал. Вышку на медлайне тоже задефали. Только корейцы сняли вышку. И поэтому они по золоту все еще не отстают. Ну, сейчас уже правда абсолютное равенство стало. Там плюс сто золота. Вот, например, сейчас уже вышка упадет. Такие у фейкера. Но они ищут шатдаун по ресту. Хорош ульта от канави. В эту ульту прыгивает зевс и снимают шатдаун. Блин, как же они по макро играют. То есть они приняли решение. Мы отдаем вышку на топе. Возможно, даже чуть-чуть отдаем преимущественно на медлайне. Типа там, пусть Зерри в мучениях пофармится. Но мы сделаем товар-дайв сейчас по рамблу. Заработаем с него шатдаун. И после этого все равно сломаем вышку. И бах, мы уже идем плюс тысяча золота. Хотя размин вроде был вышка на вышку. Но из-за того, что килл там в 600 оценивался. Ну, тут, конечно, рамбл обидно. Он 3 килла подряд случайно сделал. Он был 0-2, стал 3-2. И сейчас... Ну, точнее, 0-1, стал 3-2, да. Карс забрал объект. Ну, там дрейк появляется. И вся команда корейская вроде готова туда идти. Фейкер через телепорт. Неужели они готовы воевать? У них... По декере нормально. Еще и Зевс тут попал, да. Готовы воевать, я думаю. Команда сборной Кореи. Стартует. А здесь вызов Геральткина медлейна. Это будет размен опять объект на объект. И Зевс сразу побежал вниз. Без Зевса им будет тяжело. Мне кажется, Зевсу надо было оставаться с командой. А вниз должен был побежать либо Фейкер, либо Руллер. Он должен был отпушивать этот большой пак крипов. Но в итоге команда... Инициация без Джейса. Джейс ТП нажмет, а там уже Рейкан погибает. Или Стар делает хороший дистангейдж. Фейкер делает ульту, ни по кому не попадает. Все отфлешились. Рамбл его убил, сжег. Но команда Т1 все же один килл зарабатывает. Даже 2 килла зарабатывает. Это Руллер там из команды JDGaming. Выскакивает и говорит... Т1, вы, конечно, молодцы, что делаете такие кривые врывы. Но я вас поправлю. Зерри 3 убийства сделала. Сейчас повтор нам нам наверняка покажет. Посмотрим. Так вот, что у нас было? Кто это Керри сделал врыв или Канави? Нет, Канави флеш. Инициация. А, но он четко попал в Кайсу. Керри я дальше ворвался. И вот тут же взорвали. И Фейкер сейчас ворвется. Смотрите, как получится. Он дает ульту. Первый игрок, это Вай, дает по нему ульту. Второй игрок, Додо, прыгает в свою ульту, уворачивается от Фейкера. И потом Фовард в свою ульту тоже уворачивается. По сути, он только в Рамбл попал. И потом Рамбл просто накрывает Фейкера и сжирает его. Потому что у них комбинация как будто как на скриптах построенная. Если бы они не среагировали сейчас на это, то, скорее всего, вся команда Тайваня бы умерла. Сейчас, конечно. Мне что-то казалось, что здесь вообще невозможно будет выиграть в этом сражении. Но как-то Канави увидел врыв Фова. И все игроки зафоловили этот врыв. Великолепно. Ну, так можно и проиграть, конечно. А как Фаи начала уже проигрывать по фарму от Сиджуани? Канави настолько хорош? Либо настолько слабые индивидуальные игроки у тайваньцев, что Карса просто не может держать норму по фарму? Кажется же точно едет на чемпионат мира. Сейчас пытаюсь вспомнить. Вроде точно. Он в Эдвардах, да, сейчас он? А Эдварды едут на чемпионат мира. То есть мы его там увидим. Может быть, даже увидим против JD Gaming. Как раз посмотрим. Фу, просто поймал Карс, Канави. И все, я отступил. У него закончился урон. Ему больше нечего наносить. Он хотел так, давление оказать. Зато за счет этого давления у Райкана сейчас появляется свобода. Он может пойти в Орды и расставлять. В спину пролетят Канави. Алистар его уже увидел. Канави тоже увидел, что его увидели. Под просветкой попросил помощи. Все остальные игроки тоже привалили. Ну, выфармливают, скорее всего. Они в Лейте победят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ловушка-то сработала же Джокера. Канави убили. Фу все еще жив. И Керри выпрыгивает оттуда в сторону. Мне подсказывать, что не это ошибся. Эдварды как раз не едут. Там JD, Ланджи, Билли Билли Гейминг и Вейба. Ладно, а Карса едет? Или Карса как раз таки получается не едет, если он в Эдвардах был. Я просто не помню. Он в Эдвардах. Я точно знаю, что Узи был в Эдвардах. А, ну да, получается, Узи был в Эдвардах и он не едет. И Карса был вместе с ним, тоже не едет. Тогда это последний шанс у Карса отомстить Канави, а он проваливает его. Анлаки, че? Вообще, у Эдвардах странный год. Они с МСА провалились. И получается, здесь провалились и на чемпионат мира. Еще не поехали даже в дополнительном турнире. То есть, это как представьте, если бы от Кореи не поехала бы команда Дамвонкия. Точнее, они сейчас Диплюския называются. То есть, вроде все игроки есть, вроде все есть, а что-то не получается и все. Не потому, что там какие-то новички что-то там творят. Ну, типа, там появляется новая команда Гриффин или новая команда, ну, как в свое время сами же Дамвоны, да? А просто вот не пошла. Просто как-то все как будто стали играть лучше, а вы остались где-то на месте. Вот у Эдвардов так и получилось в этом сезоне. Просто они же в один момент просто взяли, вытащили даже. Старую звезду Узи. Дали ему поиграть. Я так понял, он там некоторые матчи играл, некоторые не играл. Ну, в смысле, там он через замену играл. Заплатили ему, я чувствую, там полную стоимость. Ладно, пока я тут говорил, что 14-9 поглядывают на Нашора тайваньцы, у них нет другого варианта, как делают Нашора, потому что если они будут так затягивать игру, они проиграют просто Лейту. Азер Зерих победит. Делается инициация в Рейкана, Рейкана сжигают. Сиджуани делает контр-врифт, но Алистар все выкидывает. Алистар очень много здоровья потерял. И там Джейс выскакивает. Можно повоевать, но Дога разворачивается и отправляет рулера домой. Правда, при этом сам теряет очень много здоровья. Кушка Джейса его чуть было не убила. Ну, стартанули на Нашора. Корейцы его отменили. И сейчас корейцы оставили двух на защите. А два игрока отправили забирать дракона. Да, и Дрейка забирают. И Нашора отменили оппонентом. Да. Ну, это макро. Макро очень сильное. Когда жеребовка на чемпионат мира? Я тебя удивлю, она уже прошла. Она очень странно. В этом году решили не проводить. Что? А как фейкер умер? Что-то пропустил. Ну, ладно. Умер и умер. Фейкер вообще что-то на этом чемпионате ничего не делает. В предыдущей игре, как у него там статистика 0-4 была. Она там куча ассистов. Типа 0-4-10 он сыграл. Что-то такое. В этой игре 1-4. Что-то у фейкера все плохо. Просто человек, например... Ну, ладно. Чего играл против Вьетнама. Давайте будем честны. При этом... Две игры против разных мидлейнеров. И у них там у Вьетнама еще автофил. Еще один игрок. Потому что пришлось его резко заменять. Иначе бы команду дисквалифицировали. Прошло 0-3. 0-3.11, говорят сыграл. А, не 0-4, а 0-3. Но... Мысль все равно уловили. То есть был бесполезен. Хотя Талия вроде сильный чемпион. В этой Азире это точно сильный чемпион. Пока 1-4-3. Ничего полезного не было от него. А к тому, что тренер-то будет сейчас рассматривать. Скорее всего, понятное дело, даст против какой-нибудь сборной Макао поиграть фейкеру. Это-то уж точно они выиграют. Для них главный матч это против Китая. И против Китая, судя по всему, будет Чови играть. Хотя, видите, выбирая между Вьетнамом и Тайванем. Где, казалось бы, на Вьетнам надо фейкера ставить. А сюда ставить Чови. А он поступил иначе. То есть он предпочел все же фейкера. Макро важнее для него, нежели индивидуальный перформанс. Хотя, опять же, скажу, что по макро они против Вьетнама тоже играли хорошо. Возможно, здесь шатколлинги идут от рулера и канави тоже. Это не гумаюши с онером, которые молчат и без фейкера. Вы помните, что происходит с командой Т1. Борьба за обзор на Нашори. То корейцы выбьют варды, то тайваньцы выбьют варды. Ну, они на равных играют. Просто у тайваньцев драфт мертвый. Ну, типа, он не развивается. У них Зая и Кайса, это классные чемпионы в лейтгейме тоже. Но у них нет усиления этим двум чемпионам. Потому что этих двух чемпионов поддерживает Рамбл, который, ну, ничего дальше делать не будет. Если вместо Рамбла у них был Орн, и вот нажимаем паузу, типа, сейчас там Орн на топе, представьте. Представьте, что там Орн. Я бы сто процентов говорил, что уже Тайвань выиграл игру. Он даст им два суперпредмета. Команда корейская никогда в жизни ворваться не сможет через Элистара и Орна. И просто Кайса вместе с Заяц запокует доснуть всех. И забирать будут все объекты. А здесь Рамбл, он, типа, такой, говорит, Пацаны, я вас разогнал, ну, типа, играйте. Ну, он и вправду их разогнал. Надо объект как-то забирать. А там вард постоянно стоит. Керри очень хорошо с Канави, эти варды дублируют. Странный билд от Зевса. У рулера проблемы, по нему делается инициация. А где дамедж? Дога? Почему Дога не нажала Е? У него Е на колдауне, что ли, было? Ну-ка, давайте посмотрим. Вот он стоит на линии. Да нет, вроде не. А, да, да, все, он потратил Е-ку. Он потратил Е-ку и Алистар сделал врыв. Ну, Свардарт немножко спит. Ну, как я, типа. Классный игрок, но невнимательный. Типа он сделал классный врыв, но Дога уже Е-ку потратил. Ты такой, а, у тебя не было Е-кину. А я чуть не посмотрел. За этим надо следить. Ну, сейчас, мне кажется, роллер умирал сразу. У него нет Клинца. Микаэля тоже нет никакого. Ну, там, хорошо, Керри был рядом. Он бы дал щиточек. А толку от этого. За этим очень много урона, они слабы. А так получилось. Только Алистара урон и две автоатаки от Дога. И Дога решил дальше просто не коммититься. Потому что если он будет еще продолжать бить, уже есть вероятность, что ответочка полетит. А у него контроля нет никакого. Алистар тоже весь контроль потратил. Выбили опять варды на Нашоре. 27-ая минута. Еще одна попытка стартануть на Шора. Вторая в этой игре. Но Канави ставит варду тут же через стеночку. У него еще два каким-то образом варда есть на руках. Я не понимаю. Видимо, не он все же поставил. И смайт война будет и выигрывает ее Канави. Карса проиграл ее. Ну, и теперь можно уже благополучно умирать. Правда, там рулеры еще ловят. Надо бы как-то ретироваться всей команде Кореи. Кайса впрыгивает. Не дает никому убежать. Фейкера тоже, скорее всего, поймает. Хотя он ультой великолепно откидывает всех. Но он последний, кто остался. Его не догонит. Вай может уже за ним не бежать. Там быстрее кулдауны. У Азера быстрее откатываются заклинания, нежели у Вай. А я вот про это Браджейси не договорил. Он тут со Спиро в Сёджин играет. Как будто из предыдущего патча. Вот, точнее, из этого патча взял билд. Во-первых, Сёджин был мертвый предмет. В 13-12 его брать, это троллинг. Но он его взял в 13-12. Как будто забыл. Ну, еще получается, на Шор разобрали корейцы. Но Дрейка потеряют. Ну, а толку? По золоту-то равенство. И у Фейкера сохранился на Шор. Хоть какая-то польза от Фейкера. Очень плохой смайт. Вот, посмотрите, еще раз повтор. Алистар пытался выкинуть Канави. Но Канави все равно оказался сбоку. И после этого смайт был нажат просто ужасно. Осталось там почти 500 хп. Потом еще кто-то дал автоатаку. Это, я так понимаю, Фова дал. Осталось 200 хп. Только тогда смайт был нажат. А здесь надо было попытаться убежать. И вроде начали убегать. Но Фова их отключил своим врывом. И сразу двух игроков срезал. Ну, команда Т1. Ну, вы поняли. Команды Т1, в общем, на Шор баф. И они ломают вышку на топе. И сейчас будут еще перемещаться на вышку на мидлайне. Или нет. Фейкер говорит, нормально, просто реколимся. Правда, рекол им отменяют. А Фейкер-то успел улететь. У него фаст рекол был. Ну, нормально. Как-то корень не блещет. Ну, у них просто драфт слабый. То есть под Джейса обычно берется разгоняющий лесник. И мидлайнер ромящий под Джейса. Здесь этого нету. Они взяли Азира. То есть их драфт. Это драфт больше похоже на Golden Guardian драфт. Только почему-то вместо... Вау. Это Фейкер зафейлил, что ли? А Дода запаниковал, нажал ульту. И потом чуть было не сдох. Почему Фейкер ворвался и ничего не нажал? Ну, обычно после этого врыва делается флэш R. А Фейкер просто ворвался. Такой, я ничего делать не буду. Может, это был, типа, блеф. Он хотел снять с Дога флэш или что-то в этом роде. Но у него получилось снять с него ульту. И все, и Дога уходит. Ну, и вся команда уходит. Это был план Фейкера, возможно. Мне кажется, он зафейлил, если честно. Он, типа, начал делать комбу. Потом понял, что не достает. Но он хотел и рамбла, типа, там зацепить. Но понял, что до рамбла не достает. И передумал. И начал бежать назад. Карса там остался в спине. Ловушки какие-то устраивали. Мне кажется, тайваньцы уже поняли, что они не выиграют 5 на 5. Хотя, блин, они еще могут выиграть 5 на 5 сержания. У них есть предметы. У них сейчас две жени преимущества. Им нужно искать битву. Почему они так боятся? Реальные тайваньцы сейчас должны гига-агрессивно играть. У них есть ключевые предметы. У них четыре жени, ребят. У них четыре жени и Алистар под ультой. Гипотетически, никто из тайвань сейчас умереть не может в тем файте. Если они сейчас делают врыв в тем файте, кто бы его не сделал. Там вайс ульты ворвется и рамбл сверху накроет все. Или там даже зай просто бежит в оппонентов. У них никто не умрет. Им нужно сейчас гига воевать, пока оппоненты не добрались до своих предметов. Потому что когда у фейкера появится Рободон, либо Войт Став, скорее всего Войт Став он будет делать. Вот, рамбл ульта, хорошая. И все, и Кайса должна лететь. Они Канави бьют. Ну, Канави убьют, скорее всего, да? Ну да, короче, просто его отдали и отступили. Ну, я не знаю, Кайса должна была лететь. Нафиг этот вам Канави? Типа, должна была Кайса лететь, Войт должна была туда лететь. И Канави потом там со временем кто-нибудь убьет рандомным заглянанием. Они решили не делать это. Ну, а корейцы просто потеряли одного игрока, отступили никаких проблем. Правильно сделали, типа. Посмотрите, у них ключевые игроки. Плюс 3000 и все, да? Да. Среди Адекерри там равенство. Там 15 на 15 тысяч. И там уже Хекс Дринкер появился. У Рулера уже не убить, на самом деле. У него Блатерстер. Не Хекс Дринкер. У него сейчас... Я все... Щиток Блатерстер приписываю там тоже в одном видео. Сказал, что щиток Блатерстер, а у него там нет его уже давным-давно. Ну, как давным-давно? Перепроверить полтора года только нет. А до этого 11 лет был. Поэтому тяжело воспринимать. Сейчас он дает просто добавочное АД и Лэйф Стилл хороший. Дога. Бывает, что она делает? О, бог ты мой. И все, они проиграли, да? Они проиграли. Все, отступайте. Остальные. Ран, ран. А их не отпустят. Все, да. Ну, что это за бред? Ой, Карса. Я понимаю, почему ты не попал на чемпионат мира. И все, это Эйс. Вы понимаете, ребята? Это Эйс. У них никто не был в пози... Ну, то есть мысль правильная. Про эту мысль я говорил. Им нужно искать сражение. Это верно. Но не искать сражение, когда вас двое оппонентов пятеро. Ну, блин, у них Кайса вне позиции. Кайса не попал ни в кого W. Алистар не зашел еще с фланга. Рамбл еще не подошел, чтобы дать свою ульту. Ну, посмотрите, он... Зачем? Ну, потерпи еще чуть-чуть. Куда он торопится? Фактически ему надо было дождаться, пока его команда выжмет оппонентов с этого куста. Вот с этого куста надо выжать оппонентов через Алистара. Рамбл зайдет. И тогда уже делать врыв. А он просто делает врыв. И опять Дога не успевает подойти и выдать перышки. В итоге он просто нажимает ульту. Приземляется и тут же попадает в подкидывание и стан. И он не успевает даже Ешку нажать. Я про Дога. И все, и Дога сейчас Маграйна убивает. Джонни нажимает слишком поздно. И Карс тоже нажимает Джонни. Тоже слишком поздно. И вот только сейчас подошли остальные игроки. А Свордарт вообще обойти не смог фейкера. Да, ну это полная чушь, конечно. Ди... Ну, такая сборная Тайвани не страшна для корейцев. И для Китая, думаю, тоже не страшна. Хотя у китайцев там, у них опять произошла дурацкая тема. Они не разобрались, кто будет главным. У них там с тренером долгие проблемы были. Сначала был один состав. Потом все зрители начали хейтить этот состав. Они его начали менять. Начали хейтить, потому что игроки стали хуже играть. Ну, потому что состав состав составляли в 2022 году. Ну, как и корейцев тоже. Просто у корейцев повезло, что те же самые игроки все еще тащат. У них только каньон, типа, поменялся. И кто там еще поменялся? Рулер, по-моему, и был, да? Рулер, по-моему, и был. То есть у них, по сути, каньон поменялся и туплейнер поменялся. Там был Кин. Вместо Кин остался Зевс. Ну и каньон... Он, скорее всего, бы и остался вместо Канави, если бы команда домвонов не продула. Ну и в итоге что у нас получается? Вот теперь могу вам показать. Хотя они действительно 2-0 проиграли. Я не знаю, на что это влияло. Если честно. Но я так понимаю, это какой-то рейтинг. Потому что, ну, дословно, если переводить, это рейтинговый матч. Вьетнам его проиграл и Тайвань его проиграл. При этом матча между Тайванем и Вьетнамом не будет. Зачем его проводили? Без понятия. Когда жеребьевка будет этого всего? Тоже не без понятия. Мне вообще раздражает, что у этого турнира нет никакого не расписания толком. Не описания того, что будет происходить. В общем, следующие матчи 25-го числа. Сразу групповая стадия. В которой будет играть, насколько я понимаю, сборная Малайзии, сборная Сингапура, сборная Вьетнама. Это 3 команды. Индия, Казахстан это 5. Китай, Тайвань это 6-7. Саудовская Аравия и Ордания это 8-9. И корейцы 10. Получится сейчас нам насчитать столько? 4, 7, 10. Еще 3 команды где-то взялись. Еще какие-то 3 команды. Откуда еще 3 команды берутся? Кто еще будет? А хер поймишь, кто еще будет. Какие-то еще 3 команды. Возможно, типа Таиланд. Раз здесь группа была более большая. Здесь Оман. Без понятия. Короче, еще какие-то 3 команды. С какого-то региона. Потому что не на одном сайте толком данных по этому турниру нет. Азиаты, азиатские игры скрывают эти данные. Сейчас посмотрим, может здесь как-то побольше уже появилось данных. А, ну вот здесь побольше, кстати. Здесь еще мы точно знаем, что Япония будет участвовать. Написано, что Кыргызстан тоже участвует. Нет, здесь что-то совсем много команд. А, это Unconfirmed. Это, видимо, те, кто квалификацию проходит. А это уже Confirmed. Все. Во, вот теперь стало проще. Короче, японцев мы еще забыли. Вот они. Они будут. И Гонконг тоже будет в итоге. Хоть Гонконг и проиграл квалификационные матчи. И занял третье место. Но он все равно будет. Мне вообще не понятно, зачем проводить квалификацию, если в квалификации в Гетнам занимает последнее место, но приезжает все равно на чемпионат. Это как, блин, сейчас взять и послать на чемпионат с последнего места команду DragonX. Ну, типа, DRX, они же чемпионы прошлого года. Пофиг, что они ничего не смогли сделать в этом году и поменяли весь состав. Пусть все равно едут. Ну, типа, кто так делает? У японцев, видимо, у них вообще не было квалификации никакой. Они просто попали сюда. А вот эти Unconfirm, для них квалификация была важна. Из них мы выявили, что Таиланд вроде приедет, Казахстан. Кто там был еще? Все, да? Вроде все. Ну, здесь точно такая же. 4-3-3-3-3-3. Типа, из каждой группы выходит по одной команде. Нет, подожди. Какой смысл? Из каждой группы по одной команде. Ой, сложно. Ну, скорее всего, из каждой группы по две команды и сразу плей-офф. Потому что здесь плей-офф на 8 команд рассчитан. А-а-а-а, погодите. Теперь я все понял. Я, походу, все понял, ребят. Китай и Корея это топовые команды. И она будет поставлена корейской командой сюда, а китайская команда сюда. Ну, или наоборот, не имеет значения. А сейчас вот эти два квалификационных матча, которые проходили, это решалось, кто займет еще один матч здесь в плей-оффе, еще один матч здесь в плей-оффе заранее. И, возможно, раз Вьетнам и Тайвань его проиграли, то они там не займут. А там, например, займет Япония и Гонконг. Ну, я так фантазирую. Япония и Малайзия. Индия. Ну, вряд ли Саудовская Аравия что-то дали бы. Кто знает, ребят, пишите в комментариях, потому что я вообще не понимаю, как это работает. Но, скорее всего, это так. То есть вот эти групповые играть корейцы и китайцы не будут. Они просто сразу сюда отправляются, и поэтому здесь по четыре команды выходят, потому что четыре команды уже в плей-оффе. Ну, а просто на прошлом турнире было все гораздо проще. Сейчас покажу, как был прошлый турнир разыгран. Прошлый турнир, вот это финальная стадия турнира была. Южная Корея, Китай, Вьетнам, Казахстан в одной группе оказались. Тайвань, Саудовская Аравия, Пакистан, Индонезия во второй группе. Это жеребьевка была решена, и плей-офф для четырех команд проводили. А до этого была квалификация. И по квалификациям все было по-честному. Вьетнам победил в своем регионе. Огромное количество команд. 10-2 Сингапур, но проиграл ключевой матч. В этом регионе победил Пакистан. Кыргызстан, Шри-Ланка третья, Индия вторая. В центральном регионе играл только Узбекистан и Казахстан. Там как раз должен был быть Кыргызстан. Кыргызстан еще какие-то станы должны были здесь быть. В центральном регионе Азии. Но пришли участвовать только две. А, вот написано. Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Вот эти три сборные еще должны были участвовать, но они отказались. Ну, там война в этот момент шла, поэтому они отказались. Восточный регион. Как раз вот здесь. Было три слота на них. И Япония с Гонконгом не прошли. Ну и Макао. Это вообще неудачно. Они просто попали под танки. Тут просто пять регионов, которые играют в Лигу Легенд. И Макао. Местная Монако. Такое, блин. Где ни игроков, ни спорта нет. Ничего. Ну и здесь в Западный регион. Тут участвовала Саудовская Аравия. Иран, Сирия. Ну, Саудовская Аравия победила. Вот сколько стран отказалось. Их всех пригласили, но все отказались. Это Бахрейн, Иордания, Кювейт, Ливан, Оман, Палестина, Катар. Палестина как отдельную страну. Саудовская Аравия. Нет, не Саудовская Аравия. Объединенные Арабские Эмираты и Йемен. Саудовская Аравия как раз первое место уже заняла. У них тут какой-то тренер был поляк. Ни одного корейского игрока. Потому что это сборная, ребят. Ладно. Как оцениваешь команду Китая? Ну, хз. Мне кажется, что они слабее выглядят, чем сборная Кореи. Ну, в прошлом 4 года назад мне тоже так казалось, но победила сборная Китая. Так что тут на этом соревновании сложно сказать, кто выиграет. Тут надо, чтобы связки уже были, чтобы они успели наиграться. Но так выглядит она слабее, конечно. Понятное дело, что здесь будет решать только Корея и Китай, кто поиграет. Тут третьего... Третьей команды нет, которая может побороться за очки. Такие дела. Ладно, всё. Записали видосик. Субтитры создавал DimaTorzok